здравствуйте друзья видео к 1 2 3 части будет начинаться с одинакового вступления я ленивая поэтому если вы первую часть уже посмотрели то отматываете сразу на начало практике и так 1 2 3 части видео отработки катаканы мы будем не совсем учить катакану прям с нуля мы будем бороться с проблемой что катакана запоминается труднее чем хирагана да уже как только хирагану кто-то доучил и выдохнул облегченный тут на него падает еще столько же катаканы с этими точками палками все такое похожее бывают трудности да поэтому если вы уже в принципе катакану знаете то вам очень помогут эти три видео в первой части будем странно разбирать прям тренироваться отрабатывать читать 193 стороны поверьте уже к сотой вы будете узнавать буквы до прописываете их желательно одновременно с видео еще рукой вот но по крайней мере в узнавании в чтении я вам помогу во второй в третьей части мы будем читать тоже разные слова достаточно узнаваемые про фрукты про цветы про машины про виды спорта про косметику в общем на разные темы тоже именно слова состоящие исключительно из катаканы во первых узнаем много новых слов повторим какие-то старые слова какие-то угадаем и порадуемся вот ну и конечно через три части видео я думаю что ваша катакана уже полностью запомнится если вы будете вместе со мной отрабатывать прочтение собственно все поехали итак начнем с марок автомобилей ответов здесь нет поэтому все марки расшифрую я прочитав задание догадайтесь какой марки идет речь пацанская тема сегодня у нас япония это нас будут машины производства японии реку сасы вот он изображен лексус знали что это японская машина реку сасы тойота тойота ниссан видите у ниссана есть иероглифы солнышко и рождаться ниссан но естественно часто катаканы тоже это пишут хонда хонда это вообще распространенная японская фамилия и пишется иероглифами книжка и основа вот но как марка она официально катаканы записывается что хонда что мацуда мацуда это mazda по-английски через z мы ее пишем но вообще это тоже мацуда сосна и рисовое поле японская фамилия мацуда мацуда юносу это машина юнос пишется эунос латиницей но уже по моему не выпускается нюхонфоудо японский форт значит вот как у нас пишется фо опять же у нас уже в странах это встречалось фу-о-фо митсубиси катаканы тоже можно три кристалла три бриллианта помните значок митсубиси там три ромбика вот митсубиси три кристальчика ромбичка субару катаканой субару дайхатсу так и будет дайхатсу но это может быть в россии не столь известная машина сузуки сузуки и митсуока в россии вообще неизвестная машина митсуока производство германии дойцу мерседесу бенцу мерседес бенц видите мерседес и бенц точечкой отчеркиваем два слова мерседесу эмджи так он и будет прямо по-английски записываться мерседесу майбаха это майбах видите баха видели когда-нибудь х с удвоением чтобы она в пани превращалась вот вот этот случай майбаха мерседес майбах смато смарт бьему дабурю то есть это не бмв и по-английски тоже не бьем в никакой да bmw и по-японски соответственно бьему дабурю когда нужно какую-то английскую аббревиатуру записать по японски записываем ну как бы японской транскрипцией латинского алфавита бьему дабурю ауди д маленькой ауди форуксваген фольксваген у нас сегодня будут все сочетания на тему фа фи фу фо фу не будет да фу маленькая о оперу опель порше порше ше да щи маленькая е европа фоудо европа это европа фоудо фо ес такая вот марка автомобиля ес с восклицательным знаком ес как по-английски ес на итальянское производство итария фиато вот у нас фи уже фо было да и фа фи маленькой и фиат абаруто это абар то в общем эта марка машины абар абарт тоже уже снято с производства по моему абарт но была такая феррари это не нуждается в представлении видите ф феррари ранчья ланчья есть такая аруфа ромео вот изображена альфа ромео ару фа фа ромео ме буква ме похоже на меч помните масерати масерати видите сэ низэ мазерати масерати рамбургини ламборгини рамбургини аутобианки аутобианки это собственно было автобианки название машины уже не актуально насколько я помню и гирисы значит будут британские машины вот у нас красавец изображен ролл роллс-ройсу роллс-ройс видите здесь будет много рошек запоминаем рошки ро она же иероглиф ротик рорус-ройсу роллс-ройс бэнтурэ бэнтли джага ягуар и ягуар животное также будет джага дэйма ой дэймура дэймлер рандо роба ландровер роба просто ровер аккуратно с долготой потому что роба это осел по и по японски без долготы если ротасу лотус астон мартин эстон мартин видите тим морган морган поехали в америку америка кядерак кедилак кодилак шиборэ это вот попробуй угадай называется шиборэ это шевроле понтеак понтеак бюик 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 сатан это сатурн и планету сатурн тоже сатурн можно называть сатан хотя у нее есть и японские названия планет но вот сатан это тоже сатурн хамма вот он изображен хаммер ринкан линкольн фордо очередной форд макюрии это меркурий то есть вот был сатурн а это меркурий такие были названия машин крайсра крайслер край с ради дип 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 через точку даджи видели удвоение джи сегодня видели удвоение х а вот теперь джи даджи это додж стаку рафто старкрафт знали такую машину тиаро тиаро франсу франция что у нас тут есть руно рено пуджо пежо citroen citroen и венчури венчури по-русски вен вентури ну и вентури по-французски очевидно это в общем была такая машина электрокары делала сейчас они занимаются мотоциклами электродвигателями но дело не в этом видите как вы написано у снигоря у снигоря у снигоря можно писать букву в то есть например иван русское имя иван можно писать и у снигоря и потом он маленький а и на иван вот в венчури то есть он не венчури он венчури через в и и последняя страна у нас будет швеция сведен борбо вольво и сабл сап куда делась шкода ну куда то делась так следующая наша тренировочка будет катакана с фруктами как раз недавно было видео про экзотические фрукты они тут немного пересекаются в смысле в контакте было видео прочитайте слова на тему фрукты переведите тра-та-та значит для тренировки потом я этот материал в контакте скину да для тренировки можете вот угадывать или заниматься со своими учениками кто чем но сейчас мы посмотрим сразу с переводом то есть вот здесь в отличие от машин можно вниз промотать и сразу смотрим значит клубника и тигу стробери стробери как кто знает английский тем проще да с катакана и много слов из английского также дыня мэйрон мэйрон из английского манга как будет вот здесь тем кто еще не очень уверен свои катакане лучше сразу со словарика начинать манго то есть видите если увидели что ма ну наверное дальше будет что-то похожее на слово манго персик момо японское слово но если из английского тоже можно пичи пичи апельсин как будет оранжевый цвет оранжи абрикос есть японское слово андзю но можно и английское слово использовать особенно для разных моделей абрикосов не моделей сортов априкотто курма каки японское слово и если из английского пасимон пасимон лимон рэмон арбуз суйка но это японское слово никаких вот амэронов яблоко ринго но и можно встретить легко можно встретить аппуру да не какую-нибудь аппуру джюсу без проблем банан банана лайм райму финик итидику или фиггу но фиггу это от фига а итидику это по-моему японское название грейпфрут грейпу фруцу грейпу фруцу ананас от английского пайнаппыру киви так и будет киуи у и и маленькая киуи вишня черри или сакурамбо папая так и будет папа я папая дуриан про него было как раз вот в видео вконтакте про экзотику дуриан азиатские фруктики дуриан слива турамы от английского прамы черника брубери голубая ягода брубери авокадо абокадо по-японски считается фруктом абокадо кокос тоже кокона цу клюква крамбери тоже из английского dragon fruit и заказать из максимальных экзотических фруктов дурагон фруцу виноград грейпу или буду буду это японский вариант грейпу английский японская слива мэ но видите катаканой может быть написано но особенно для тренировки личи райчи гранат дзакуро дзакуро это японское слово ланган ронган мандарин микан японское слово мангостин экзотика экзотика мангощин зато так и будет нектарин макуя па-сен фруцу не маракуя да па-сен страсть страстный фрукт па-сен фрут со этого английского китайская слива сумомо помните скороговорку сумому модуль многие посмотрите видео про скороговорки там вот она встречается это китайская слива и дальше карамбала star fruit star fruits star fruits акебия это фиолетовая штука такая внизу мы вверху была нарисована акеби и каштан тоже считается фруктом кури знаете я вам акебию покажу вот она акеби в японии растет но я не пробовала вы пробовали акебию и последний материал на эту часть видео это цветочки значит несколько цветов предлагается угадать те которые нам помогут именно вот сейчас поймете почему тюриппу на какой цветок это похоже особенно из этих двух тюриппу тюльпан га-бэ-ра гербера джасмин джасмин гурадиорасу гладиолус неожиданно на гурадиорасу у нас на даче оказывается растут гурадиорасу сноу дроппу это подснежники snow drops snow дроппу рабенда рабенда лаванда и кроккосы кроксы вот остальные цветы не так похожи или из английского поэтому сразу смотрим сюда сразу с переводом у многих цветов есть ироглифическое написание но чаще всего сегодня цветы как и почти все пишут катакханы ромашка тоже из английского камомирю камомайл камомирю георгина дарья как даша роза бара знаете ландыш сезуран сезуран у него очень симпатичные ироглифы лилия юри юрий магнолия мукурен мукурен одуванчик там попо хоризонтема кик японский национальный цветок кик национальный цветок будет кокка студенты са знают кокка там целый текст был про то что национальным цветком японии должен быть не хризонтема а сакура но коккава нихонно коккава кикудес подсолнечник химавари хи солнышко мавару поворачиваться химавари то есть иероглифы ирис аяме лотос хасу вот он лютик кимпоуге кимпоуге василёк ягурю магику то есть ягурю магику кику как хризонтема то есть на самом деле если бы но иероглифами они записывались легче бы запоминались потому что так это просто набор букв но тренируем к атакам гортензия азисай маг кэси орхидея ран нарцисс суисэн там у него иероглиф мудрец в нарциссии посмотрите суисэн водный мудрец что ли пион ботан ботан вот из русских слов у нас в японском есть кабан баран и ботан ботан фиалка сумире сумире в какой-то дурами девушку так звали ну и ответы на первые да тюльпан гербера жасмин галдиолус подснежник колокольчик колокольчик я там не помню хотару букуро господи хотару светлячки букуро мешок мешочек для светлячков что ли хотару букуро по-моему там не было этого колокольчика вот нам бонусом достался колокольчик хотару букуро так все на сегодня до свидания